Высокая трава у дома еще на проспектах, улицах и скверах радует далеко не всех жителей областного центра. Поэтому на борьбу с растительностью в летний период выходят три специализированные бригады. Одна из них сегодня работает на улице Фрунзе. Задача – скосить траву по обеим сторонам дороги, начиная от поселка Дальний и заканчивая подъездом к городу. Участок у нас сложный, да. Очень много ям, как бы это, таких, косогоров. Вот. Трава очень высокая. Надо было, конечно, пораньше косить. Ну, сами видите, да. Всякое бывает. Мусор попадает. И ветки, скажем, камни. Главное дело – не попасть в машину никакую. Трудятся здесь 20 человек. 11 косят, 9 убирают траву в мешки, сметают остатки. Сено вывозят на полигоны. Вместе с ним и мусор. Жители любят сваливать хлам во враги, поэтому сотрудники подрядной организации часть времени тратят еще и на то, чтобы собрать бутылки и пакеты. Техника порится. Попадается и проволока, и арматура. Если работник не заметит, может выйти из строя. Жара, конечно, нас достает очень. Самая лучшая температура, наверное, где-то плюс 15. А вот как вчера, позавчера было, это очень тримирание тянут. Расход лишней лески, бензина. Вовремя выкосить траву необходимо еще и для безопасности. Иногда из-за густой поросли не видно поворотов и выездов на узких улицах. Мелкие кустики и растения покрепче специалисты обрезают дисковой пилой. О поросших даже чрезмерно уголках города жители могут обращаться в профильные ведомства. Только сначала нужно разобраться, куда именно, чтобы точно дошло до адресата. Центральная магистральная улица, территория общего пользования выкашивается силами подрядных организаций управления благоустройством администрации города Иваново. И также скверы. Придомовые территории, отмежеванные территории выкашиваются силами управляющей компании. Поэтому, конечно, нужно жителям города обратиться в свою управляющую компанию. И они уже там примут этого внимания. За сезон городские улицы бригады обходят 4-6 раз в зависимости от темпа роста травы. На эти цели из бюджета выделено 6 миллионов рублей. По контракту предусмотрено выкашивание около 2 миллионов квадратных метров.